МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Южная Битца открылся новый детский сад. Детский сад, который мы сегодня открываем, это первый из трех садов, которые появятся в микрорайоне Южная Битца. Кого ловили на дорогах Видного сотрудники ГИБДД. Поздравляем вас с выступающим женским днем. 8 марта. В Центре социального обслуживания Домодедовский прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Без женщин, как поется, жить на свете нельзя. Нельзя. Женщина это, мне кажется, какое-то особое создание. В Историко-культурном центре открылась экспозиция работ художника Дениса Минаева. Советую всем прийти, посмотреть эту выставку. Очень разноплановый художник. Большим подарком для жителей микрорайона Южная Битца накануне праздника 8 марта стало открытие нового детского сада. Дошкольное отделение входит в состав Бутовской школы номер один. На торжественном открытии учреждения побывал Дмитрий Книга. В микрорайоне Южная Битца состоялось открытие дошкольного отделения Бутовской школы номер один, что стало большим подарком для жителей активно развивающегося жилого комплекса. В торжественном мероприятии принимали участие сотрудники администрации округа и муниципальные депутаты. Для мам и для бабушек в Южной Битце сегодня удивительный, оригинальный и, наверное, не так часто случающийся подарок открытие детского сада для ребят. Его ждали, он очень ожидаемый, он красивый, замечательный. Ребята, в добрый путь, пусть вам в этом детском саду будет радостно и развиваться, и расти, и учиться. Разрезав ленточку, почетные гости прошли внутрь здания. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 325 мест. Здесь есть собственный пищеблок, позволяющий готовить еду на месте. Каждая игровая комната оснащена современным оборудованием и интерактивными досками. Двери трансформера позволяют увеличивать пространство. В светлом актовом зале будут проводиться мероприятия и праздники. Когда мы зашли первый раз, вот он действительно, оно отличает создание от всех тех детских садиков, дошкольных учреждений, которые мы видели до этого. Оно очень хорошо оснащено. Это, конечно, благодарность нашим застройщикам, что они не только построили красивое здание, но еще и укомплектовали всем необходимым для того, чтобы развитие детей было в полном объеме реализовано. Детский сад предназначен для размещения детей с 2 до 7 лет. Здесь они получат полноценное дошкольное образование и будут готовы пойти в первый класс школы. Детский сад, который мы сегодня открываем, это первый из трех садов, который появится в микрорайоне Южная Бица. Вот этот детский сад на сегодняшний момент дает право на получение дошкольного образования всем детям, которые на сегодняшний момент проживают в данном микрорайоне. С детьми будут работать профессиональные воспитатели, логопеды, инструкторы по физической культуре. Многие из них – жители Южной Бицы, а значит, работа находится в шаговой доступности от дома. Все очень хорошо, много оборудования, все красиво, все новое, все яркое, все передвижное, все функциональное. И надеюсь, что в работе это нам очень пригодится. С 9 марта детский сад заработает в полную силу. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В городе Видное в преддверии 8 марта был объявлен план «Перехват». Но не ради задержания нарушителей правил дорожного движения вышли на улицы города сотрудники ГИБДД. Один из постов госавтоинспекции расположился на кольцевой развязке проспекта Ленинского комсомола и улиц Советской и Березовой. Немного ожидания, и вот, как говорится, первая рыба попалась в ловко расставленные сотрудниками ГИБДД сети. Девушка, здравствуйте, документы представляете нужно. Значит, от леса ГАИ Ленинского района поздравляем вас с уступающим женским днем с 8 марта. Удачи на дорогах. Всего хорошего. Действительно, сегодня сотрудники ГИБДД вышли на улицы для того, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола, находящихся за рулем с Международным женским днем. Как правило, люди привыкли, что машину останавливают с целью проверить документов, наказать, либо что-то еще сделать. Ну, не очень хорошее, не очень приятное. Здесь, конечно, девушки, женщины весьма удивлены и очень признательны. Образом говоря, ломаем стереотипы. Совершенно верно. Впрочем, поздравили не только женщин-водителей, но и пешеходов. Вместе с цветами вручали и символичные, но весьма полезные подарки. Хотелось вас поздравить с уступающим женским днем. Поздравить удачи, счастья, здоровья. Все, до свидания. Спасибо. Мы хотим вам вручить вот такие вот вера. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Вот. Они у нас волшебные. С одной стороны, это праздничный букет новогодний, да, наш весенний. С другой стороны, там у вас есть светоотражатели, чтобы вы у нас были яркими и заметными на дороге. Естественно, подобная акция не смогла оставить равнодушными прекрасных дам. Ну что, получилось праздничное настроение? Да, конечно. Спасибо огромное. Очень приятно. Спасибо. Очень приятно. Прям потрясающе. Доброе утро такое, знаете. Настроение на весь день обеспечено? Отлично. Спасибо. Прям очень неожиданно и очень приятно. Эта акция лишь символичная часть поздравления, адресованного всем жительницам Ленинского округа. Уважаемые женщины, мамы, бабушки, от лица ГАИ Ленинского городского округа, от лица руководства, от лица сотрудников госавтоинспекции, хочу вас поздравить с наступающим женским днем, пожелать здоровья, успехов и, главное, удачи на дорогах. Акции, посвященные 8 марта, в госавтоинспекции Ленинского городского округа проводятся на протяжении многих лет и стали уже доброй традицией. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно это. Единороссы Ленинского городского округа поздравили жен мобилизованных с 8 марта. На праздничную встречу пригласили сотрудниц дошкольных отделений Лопатинской школы. В разговоре за чашкой чая обсудили все насущные проблемы. Подробности в репортаже нашего корреспондента Галины Житковой. Местным отделением «Единой России» ведется постоянная работа, направленная на поддержку семей мобилизованных жителей муниципалитета. Оказывается, адресная помощь, проводятся мастер-классы, тематические приемы и праздничные встречи. Мы хотим вас поддержать, сказать вам огромное спасибо за вашу, ну скажем так, за вашу мудрость тоже, за вашу стойкость. На девичник женский день пригласили сотрудниц дошкольных отделений Лопатинской школы. На встрече обсуждали насущные проблемы, с которыми столкнулись жены мобилизованных граждан. Мы проводим уже третье мероприятие по территории такое, каждый раз это нервы, каждый раз это боль. Но девочки делятся с нами своими проблемами, и мы по силе и возможности помогаем. Кому-то наборами продуктовыми, кому-то там газовый плиту поменять, кому-то нужны мужские руки, потому что мужа забрали, и соответственно надо кран прикрутить, там что-то по дому, по хозяйству. Муж Дарьи Осинцевой служит штурманом в военно-морском флоте. Бесконечные командировки и полеты вместе со служивцами доставляют грузы для наших ребят. А дома ждут жена и дочка София, пяти лет. Все время переживаешь, поел ли, попил ли, как поспали. Есть вообще у них какая-то возможность поспать и какие-то другие жизненные моменты исполнить. Тот же самый, хочется, чтобы душа радовалась, чтобы они отдыхали. Вот тоже, естественно, переживаешь, и ребенок постоянно спрашивает, где папа, когда папа прилетит. А вот муж Татьяны Хрипаковой, Владимир, был мобилизован 17 октября 2022-го. Он не профессиональный военный, в свое время служил по призыву. В зоне СВО стал командиром штурмовой группы. Мой муж настоящий мужчина. Я благодарю за это свою свекровь, которая его родила, воспитала. Отдала мне в руки дальше. Он мне говорит, дальше я тебя воспитаю. Я говорю, хорошо, я в твоих руках, мой дорогой муж. Я горжусь своим мужем. Представители местного отделения «Единой России» от души поздравили жен мобилизованных с 8 марта и подарили продуктовые наборы для всей семьи. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рубрике «Герой нашего времени» мы рассказываем о людях, которые в сегодняшних непростых условиях не только сохраняют силу духа, но и совершают поступки, способные стать примером для всех нас. И сегодня мы поговорим с нашей гостьей Екатериной Ивановой. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, Максим. Ну, во-первых, разрешите поздравить вас с наступающим праздником. Сегодня вы его встречаете без мужа, Дмитрия, если не ошибаюсь. Расскажите, почему так произошло? Муж у меня был мобилизован 8 октября. В настоящий момент находится на границе, охраняет наши территории. И заодно кормит людей. То есть в буквальном смысле он повар? В буквальном смысле, да. Он, так получилось, стал поваром. Хотя по профессии он не повар, он инженер по автоматизации. Но однажды, подежурив на кухне, его оставили там. Это, кстати, не первый случай в его жизни. До этого он у меня служил в морском флоте. И получалась аналогичная ситуация, когда он, однажды, подежурив на кухне, остался там. И в этот раз точно так же. Шеф-повар у них, их батальона по образованию был шеф-кондитер Иван. Он ушел за ленточку, как они называют, ушел за другом. И вместо себя оставил моего мужа, Дмитрия. Ну, понятно. Ну, значит, то есть до ухода Дмитрия у вас дома был, наверное, такой гастрономический рай. Конечно, конечно. У нас я плюс две дочки, они тоже активно готовят. Нет, подождите. Дмитрий готовил или вы? Я готовил. Я и дочки. Нет, Дима никогда у нас не готовил. Он не знает, что это такое. Максимум яичница на выходных для семьи. Ну, парадоксальная, конечно, ситуация. Видимо, в боевых условиях даже какие-то неизвестные таланты у людей проявляются. Это правда. Я не знаю, что это такое. Он недавно научился готовить лепешки из манной каши, дабы она не пропадала. Добавил туда муку, яйцо, сделал оладушки. Здорово. То есть он теперь еще и делится рецептами с вами, как я понимаю. Немножко. Ну, кстати говоря, поддерживаете ли вы связь? И как он себя чувствует, как, скажем так, боевой дух? У него и у ребят в том числе. Безусловно, связь поддерживаем, созваниваемся несколько раз на день, разговариваем буквально обо всем. О том, как прошла ночь, были ли обстрелы, было ли тихо, громко, что произошло, приехали ли ребята из-за ленточки, какие новости привезли. И как прошел день, что он сегодня готовил, понравилось ли ребятам его стряпня обо всем на свете, чтобы он именно чувствовал себя недалеко, поближе. Ну, наверное, такой вопрос. А есть ли у вас в семье традиции празднования 8 марта? И какие? Есть одна случайно сложившаяся, абсолютно. Муж у меня рано утром, пока мы все спим, идет за цветами. Именно 8 марта. И в какой-то момент папа вернулся не с одним букетом для мамы, а с тремя. Еще для двух дочек. Маме, конечно, букет побольше, дочкам поскромнее, но обязательно, да, цветы обязательно дарит. Конечно, праздники мы проводим вместе. Мы вместе стараемся куда-нибудь выезжать, что-то познавательное для детей устраивать. У нас в семье так принято, да. Мы проводим досуг вместе часто достаточно. Ну, тогда резонный вопрос, как будете праздновать его завтра, этот праздник? Я, как понимаю, на связь сможем увидеть обязательно. Обязательно, да. Выйду, конечно, на связь обязательно. Останемся вдвоем с дочкой пока что. Младшая дочка у меня дома, а старшая у нас уже школа закончила, получает дополнительное специальное образование в другом городе. Поэтому в этот раз мы вдвоем пойдем бабушку навестить. Как раз маму Дмитрия, конечно, принесем ей цветы, тортик, посидим вместе. Может быть, еще кто в гости к нам заглянет на огонек. И я, я думаю, наши зрители восхищаются силой вашего духа. Хочется пожелать вам в этот день, наверное, ну, прежде всего, чтобы муж как можно быстрее не только навестил, но и вообще вернулся. Вернулся домой к вам, к вашим детям. Пожелать вам счастья, здоровья и самое главное, мирного неба над головой. Спасибо, что пришли к нам на эфир и рассказали такую интересную историю. Спасибо, Максим. Самое сложное, это, конечно, не понимать, когда наконец-то он постучится в дверь уже. Ну, ничего, я надеюсь, и думаю, наши зрители ко мне присоединятся, что это случится очень скоро. Спасибо вам. Спасибо. А я напомню, что в нашей рубрике «Герои нашего времени» мы беседовали с видновчанкой Екатериной Ивановой, муж которой, Дмитрий, сейчас выполняет боевые задачи в специальной военной операции. К другим новостям. В Центре социального обслуживания «Домодедовский» прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В музыкально-развлекательной программе принимали участие посетители учреждения и приглашенные артисты. Улыбки на лицах и праздничное настроение прекрасных дам, посещающих Центр социального обслуживания «Домодедовский», подтверждают, что здесь уже наступила настоящая весна. Чтобы удивить зрителей к концерту, посвященному Международному женскому дню, сотрудники учреждения подошли с большой ответственностью. Стараешься какие-то интересные игры подобрать, что-то новенькое, пригласить кого-то, значит, выступающих новых, которые еще у нас не были. Музыкальное поздравление мужчин – первый номер праздничной программы. Участник творческого коллектива Александр Лугунов рассказывает, что, несмотря на репетиции, все равно немного волнуется перед выступлением. Споем, я думаю, хором всегда споем, когда нас много, мы силы. В этот день в адрес виновниц торжества прозвучало много теплых и нежных слов. Без женщин, как поется, жить на свете нельзя. Нельзя. Женщина – это, мне кажется, какое-то особое создание. Поэтому мы их любим, будем любить, мы все для них сделаем, чтобы им было легче и лучше, и счастливее. Самые юные артисты и воспитанники детских садов подготовили к празднику танцевальные и музыкальные номера. Разыграли небольшие театральные сценки и читали стихотворения. Со мною бабушка моя, и, значит, в доме главный я. В кафе мне можно закрывать, цветы кефиром поевать. Самой веселой частью программы стали конкурсы «Викторины». Все дружные, с удовольствием принимали в них участие. Праздник получился ярким и запоминающимся. Гости мероприятия отмечали, что только так и нужно встречать весну. Простите, бой, простите, бой, попробуй, жизни хватит, не выпускайте улыбку из открытых глаз. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Живописи, графика, плакаты и линогравюра, акварельные пейзажи и абстракция. Он умел творить практически во всех стилях и направлениях. В историко-культурном центре открылась экспозиция работ художника и бывшего преподавателя Московской Центральной Художественной Школы Винновчанина Дениса Минаева. Его картины находятся в частных коллекциях и музеях по всей России. А плакаты и декорации в свое время украшали видновские столичные сцены улицы и здания. Художник и преподаватель Московской Центральной Художественной Школы Денис Минаев, чья персональная выставка открылась в историко-культурном центре, хоть и родился в подмосковном Ногинске, тесно связан с Ленинским городским округом. С конца 90-х годов и в 2000-х он жил и работал в Видном. Он пришел к нам неожиданно в управление культуры, пришел такой застенчивый молодой человек и сказал, я хочу показать вам свои работы. И как бы предложил участвовать в оформлении наших праздничных мероприятий. Мы с ним очень долго, трудотворно сотрудничали в этом направлении. К сожалению, в 2021 году художника не стало. Он ушел из жизни прямо во время учебного планера. Его ученики, друзья и коллеги отзываются о нем как о талантливом, добром и отзывчивом человеке, настоящем мастере своего дела. Все работы его абсолютно разные. Они очень разные. И я помню, когда он мне говорил, что, Алина, вот поставь все свои работы перед собой. И если они хоть немного похожи, значит, это нехорошо. Это был очень разносторонний человек. Он, правда, умел все. Он ответственный очень человек. То есть, как бы, все, что... Можно обратиться с любой просьбой, можно любую проблему решить. Он всегда шел навстречу, был очень отзывчивый. И человек, его коллеги и друзья любили. Это, на самом деле, чисто по человечески вазу. Казалось бы, нет направления не подвластного Денису Минаеву. Он хорош как в классической живописи, так и в графике и современной абстракции. Пейзажи, натюрморты, портреты соседствуют на выставке с плакатами и линогравюрой. И кажется, что все эти работы принадлежат кисти совершенно разных художников. Он может сделать и плакат, может сделать живописную картину, может сделать акварель, может сделать линогравюру. В отличие от меня, я не могу. Я воспринимаю работы через призму музыки. Как я говорил, уже он был музыкант, вполне себе исполнитель. И когда, если бы вот здесь была возможность включить, допустим, какие-то его произведения, то работы заиграли совершенно другими бы красками. Прекрасное впечатление. Очень жалко, что он рано ушел из жизни. Вот советую всем прийти, посмотреть эту выставку. Очень разноплановый художник. Здесь и в технике плаката вы можете увидеть и графику, и пейзажи, и портреты. В 2016 году, еще при жизни Дениса Минаева, видновчане уже могли познакомиться с произведениями художника в стенах историко-культурного центра. Нынешнюю экспозицию совместно с ИКЦ готовили его друзья и ученики. Посетить выставку можно до 26 марта. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся финал турнира по футболу «Удар в девятку». Он проводится среди детских команд. До завершающей части состязаний дошли 8 спортивных коллективов из Москвы и области. О том, кто в этом сезоне стал лучшим и как себя проявили ребята из Ленинского городского округа, расскажет Юлия Покосян. Несмотря на юный возраст, они сражаются, как взрослые спортсмены. И пусть профессионализма им пока не хватает, зато с волей к победе все в порядке. И ее в этот день детские футбольные команды и демонстрировали. Чем больше вы будете играть в футбол, тем больше у нас будет побед. Всем успех! Поздравляю! До финала детского футбольного турнира «Удар в девятку» дошли 8 команд в двух возрастных категориях. В зале Дворца спорта «Видное» собрались ребята из Москвы и области, чтобы доказать, они лучшие в этом виде спорта. Турнир «Удар в девятку» был создан в 2015 году. Проходит при поддержке Федерации футбола Ленинского городского округа и Торгово-промышленной палаты. Активное содействие в развитии детского спорта на территории муниципалитета оказывает Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов, представители которой отмечают, насколько важно поощрять у детей интерес к любой физической активности. Это развивает определенные качества самих детей, в первую очередь здоровье. Ну а такие волевые качества, как действительно воля к побегу, стремление работать на результат, оно не помешает никогда не только в жизни, но и даже в случае молодых спортсменов в учебе. Это очень важно. Они становятся листребленными, внимательными. И самое главное, что развивают именно правильные качества, стремление совершенствоваться в первую очередь в себя и вести здоровый образ жизни. Решающая игра за первое место состоялась между командами из Троицка и микрорайона Пригород-Лесное. В ходе усердной борьбы гостям удалось одержать победу. Очень долго мы идем к этим победам, поэтому во всех турнирах участвуем. Очень рады, что нас приглашают и мы с удовольствием принимаем приглашение. Больше в тройку лидеров спортсмены Ленинского округа никого не пустили. Второе и третье место разделили представители деревни Мисайлова и города Видное. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Максим Константинов. ВиднетВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова